В прошлом году, в 2014, за полный год было проведено более 18 тысяч проверок. Из них выявлено нарушение порядка 10 тысяч и доложенную штрафу на сумму 14 миллионов 633 тысяч рублей. То есть, в среднем, на одного государственного инспектора приходится по 174 проверки в год. В управлении, в свою очередь, как и все остальные, ведет работу на понижение количества проведения проверок и в то же время повышение качества этих проверок. Если сравнивать статистику предыдущего года, первого года предыдущего года и 2015 года, то уже видно, что количество проверок сократилось практически на тысячу, при этом качество проверок увеличилось. Потому что, если в прошлом году при 9 тысячах было выявлено нарушение всех этих проверок, 5 тысяч, то на сегодняшний день из меньшего количества проверок выявлено большее количество нарушений. Что, в принципе, на мой взгляд, достаточно позитивно сказывается в целом на этих делах. Особое внимание я бы хотел обратить на то, если вы заметили в предыдущем слайде, что количество штрафов наложенных, сумма наложенных штрафов возросла кратно. То есть, если в прошлом году за первый год был выделен наложенный порядок с выделенным штрафом, то уже за первый год этого года штраф был наложен до 17 миллионов. В первую очередь, это связано с тем, что с 20 марта текущего года вступил в силу 46-й федеральный закон, в котором были внесены изменения в фотосово-статинных по повышению. И те сантии, которыми пользуются государственные земельные инспекторы в своей деятельности, в этих сантиях существенно были повышены штрафы. А вот 10 и более раз. На слайде вы это видите. Если раньше за самого для занятия земельного участка физическому загрозил штраф от 500 до 1000 рублей, то в следующий день этот штраф может минимум будет составлять 5000 рублей, в максимуме 100 тысяч рублей. Продолжение следует...